За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей в Челябинске торжественно вручили награды за многодетность. В этом году знаком отличия материнская слава были награждены семь жительниц региона. Среди отмеченных многодетная мама из Магнитогорска Людмила Петрова. У них с мужем семеро детей, которых благодаря крепким семейным устоям и добросовестному труду они сумели воспитать достойными членами общества. Это мы были в Крыму позапрошлом году, в Севастополе отдыхали. Это мы были в Есентуках. Это наши воспоминания, где мы были, где отдыхали с семьей. Дети, родственники подходят, смотрят. Путешествие – любимый вид отдыха Петровых. Кажется, вот она возможность отдохнуть друг от друга. Но и здесь они словно молодожены в обнимку. И лишь свадебное фото с регистрацией, где обоим 19, напоминает, что их браку уже 18 лет. Из-за чего можете поссориться? Я не знаю. Люду, девочку из большой многодетной семьи, Илья заприметил в 15 лет. И уже тогда понял, какой будет его семья. Я видел хороший, добрый пример жены и ее семью. И видел, как они дружные, как они поют, как они играют. И я когда уже, в принципе, создавал семью, я всегда думал, что у меня будет большая семья. О том, что многодетность – это тяжелый труд, требующий серьезных финансовых вложений, Илья тогда не думал. Эта суровая реальность разбила немало семей. Однако у Петровых все вышло с точностью да наоборот. Став мужу поддержкой и опорой во всем, Людмила не только подарила ему четырех мальчиков и трех девочек, но и дала толчок для личностного роста. Я просто не могу сидеть на месте, я всегда к чему-то стремлюсь. Изначально я электрик. Потом я освоил специальность по отоплению, по сантехнике. Потом дальше строительные, то есть по кровле, по еще каким-то работам. И мне все равно этого всегда было мало, я хотел чего-то большего. Дальше я стал климатехнику обслуживать, холодильное оборудование, программирование в какой-то степени. И мне образование нужно для того, чтобы больше зарабатывать, чтобы лучше содержать свою семью. Но все же деньги в семье не главное. После рождения сначала сына, затем дочери. И Людмила, и Илья поняли, чтобы у детей было будущее, их необходимо развивать в первую очередь интеллектуально. Чтобы они учились хорошо, чтобы старались достигать каких-то целей, поставленных задач, чтобы развивались. Ну, чтобы хорошие профессии по возможности получили, чтобы могли себя нормально обеспечивать в жизни. Ты сам должен быть хорошим примером для детей. Если ты, допустим, лежишь на диване и ничего не делаешь, то и дети стремиться ни к чему не будут. Если ты сам по жизни всегда стремишься к чему-то новому, новой специальности, возрастаешь в грамотности, то дети туда же тянутся, в принципе. Воспитание личным примером и стало тем фундаментом, на котором начала создаваться большая дружная семья Петровых. Свои высокие достижения сегодня есть у каждого ее члена. Вот это региональный конкурс «Я плюс я», «Я плюс оркестр». Я играла с оркестром и получила второе место в ряд. Это Лия выступала в региональный чемпионат WorldSkills. Она потом поехала еще в Питер. Домой стремитесь? Да, всегда. Реально, ты торопишься быстрее доехать до дома, потому что, ну, есть такое желание. Многодетной семье очень весело. Вот. Ну, я считаю, что многодетной семье поддержка большая. И вообще больше тех людей, которым ты нужен. Больше тех людей, с которыми можно общаться искренне и на те темы, которые тебе реально интересны. Если старшие лучшие в профессиональной деятельности и творчестве, то младшие в учебе. И здесь лучшей мамы никто не поймет и не поддержит. Он всегда поддерживает. И она реально добрым словом всегда поможет или советом. Словом, Людмила – главный центр притяжения всей своей семье, которая заслуженную награду главного ее члена отметила дружным застольем, поздравив маму специально разученной песней. «Сердце мати сильно отобьется, И мысца родное дитя, В молитве высоко к Богу несется, Всегда охраняя меня». Поздравляю тебя, любимый. Спасибо. Татьяна Артеменко, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН.